И первый спикер — это представители дизайн-бюро. Это, наверное, самый корифей и корифей, я не побоюсь этого слова, с пробона и работы с соцпроектами. У них опыт работы с соцпроектами, наверное, больше, чем у самой Пасеки. И я представляю Дениса Пономарёва, давайте ему аплодируем. Я вас хвалил. Спасибо. Сейчас только у вас будет небольшое задание. Я хочу показать, что это тарелка. Говорим с микрофоном, да? Или, может, без микрофона? Я учусь с микрофоном. Это принципиально? Вы пишете или можно просто... С микрофоном. Кликер работает. Ну, я потихоньку начну, пока открывается. Всем привет. Собственно, я представитель и основатель дизайна Бюро Верстак. Бюро Верстак — это такой маленький дизайн-бизнес, который работает только с третьим сектором. Ну, во всех его проявлениях. Ну, я уже просто в четвертый раз на пасечной сцене, если считать открытие Пасеки. Вот. И, наверное, прям совсем то же самое говорить не буду, несмотря на то, что много новых людей. Значит, вкратце о студии чего хотел бы сказать, что да, студии скоро пять лет, из них мы сразу... Ну, как бы все пять лет мы социально ориентированы. И я бы даже сказал... Мы социальные предприниматели, да. Вот. Это первое. И большую часть этого времени мы работаем только с соцпроектами. Начинали мы, как известная на весь мир студия Very Nice, Мэтью Манаса, у которого очень интересная бизнес-модель. Они берут 50% социальных проектов, которые они делают в пробонии, 50% коммерческих. И вот это дело балансируют. Это классная схема, но когда мы начинали, мы про Мэтью Манаса ничего не знали совершенно. Встретились с ним уже на стрелке гораздо позже. Вот. И это было просто дизайн-бюро, которое изначально хотело делать соцпроект. В том числе. И наше попадание в мир социалки было случайно не случайное. У нас был внутренний позыв, порыв, потому что это уже был не первый бизнес, который мы, сооснователи этого бизнеса, делали. И не первая попытка что-то делать в области дизайна. Вот. Хотелось больше. Соответственно, на печи кучи мы встретили Дашу Алексееву из основательницы черити-шопа, который вы, наверное, все знаете, да? Вот. Которая как бы открыла нам глаза, она сказала. Очень простую штуку, но бесценную. Слушайте, мне надо героям пытаться спасать мир. И вот весь бред, который на социальной рекламе. Вот этот ужас и мрак. У социальных проектов совершенно человеческие потребности. Им нужно делать визитки, буклеты, сайты, какие-то маленькие вещи. Им нужно отнести коробку из пункта А, пункт Б. Вот. Это нас как бы привело к мысли о том, что надо просто работать. Это такой же рынок. Вот. И когда мы на него попали, мы поняли, что этот рынок голенький. И мы там, и нас там очень мало. Вот. Соответственно, опуская годы, которые не были чисто социальными, вот. Получается, что три года нашей работы в социалке были примерно так. Кроме того, что мы работаем социалкой, мы апологеты и такие евангелисты про Бона. Но это не значит, что мы там белые, тушистые, прям со всеми готовы работать бесплатно и только так поступаем. Вовсе нет. И у нас есть на этот счет опыт, причем негативный. Вот. Как можно убиться о про Бона? Хорошие помыслы. Так вот. Значит, если посмотреть количество проектов, то, ну, там, скажем, в 16-м году социальных проектов было 30. Не про Бона, коммерческих. В 17-м 35, сейчас в 18-м, на данный момент 20. А сверху, это сколько мы еще сделали про Бона за год. Соответственно, с течением времени видно, что доля про Бона, на самом деле, в нашем обороте проектном. Она растет. Но общее количество снижается. Это другой вопрос. Грубо говоря, в этом году мы исповедуем максимум лучше, меньше, но лучше. Вот. Мы участники пасеки с самого начала. Но это не значит, что мы делаем проекты только для пасеки. В плане про Бона, да. В пасеке мы вывешиваем только про Бона кейсы. Мы не вывешиваем даже в пасеке все кейсы, потому что, еще раз скажу, что мы понимаем ваши надобности. И понимаем, что там много достаточно мелких вещей, из которых не надо делать проекта. Как на бехансе, либо высасывать из пальца супероформленный кейс. Вот мы этим не занимаемся. Ну, можно посмотреть ряд проектов на пасеке. Это какие-то примечательные, любимые нами, интересные штуки. А также мы делаем много вещей помельче. И если говорить об опыте введения студии и о нашей бизнес-модели, студии, которые работают только социалами, то она менялась из года в год. И получилось, это я скорее говорю, для, может быть, людей, имеющих отношение к дизайну, представителей студий. Вначале мы захотели помочь всем, обнять мир, согреть его, прижать к груди, скормить. И это не получилось. Это не получилось. Как раз мы чуть более недорвались от пробона обязательств, которые мы на себя взяли. И после этого мы заняли работать только социалкой, но по-другому. Пересмотрели модель, поняли, сколько у нас есть финансов, как мы в цену закладываем стоимость оказания пробона услуг другим студиям. Ну, не студиям, НКО, да? То есть, грубо говоря, когда у нас одно НКО покупает что-то за деньги, вот, часть цены содержит отчисления в пробонофонде других НКО. Мы, как бы, это не очень афишируем, но и не скрываем. Вот. Поэтому, грубо говоря, мы можем работать в пробоно тогда, когда у нас есть бюджет на пробоно, который остался от других проектов и не потрачены на какие-то другие пробоно вещи. вот, соответственно, мы регулируем поток заказов, которые мы берем на пробоно. У нас, конечно же, со временем уже сложились, ну, не то, что любимчики, а наши, ну, те НКО, с которыми мы работаем годами. Вот там, нам запрещают публиковать на пасеке то, что мы делаем для проекта «Штандарт». «Я сказал бы тебе, Леша, сказал бы тебе всем Лешам, сказал бы, в чем значимость проекта «Штандарт». Ну, сейчас не буду. Нельзя так нельзя. Ну, его здесь нет, поэтому. Да. Это образовательный проект. В первую очередь, на самом деле. Вот. То есть, как бы, для «Штандарта» мы каждый год что-то делаем. Ну, как бы, если кто не знает, «Штандарт» — это парусное судно, реплика фрегата Петровского, «Штандарт», который ходит под российским флагом за рубежом, не может зайти в российские порты, потому что его сразу повяжут цепями, припуют и скажут «не-не». Ну, по бюрократическому идиотизму. Вот. И это такая НКОшка, на самом деле. Там все, ну, волонтерское другое. Вот. Но не суть. Вот. Или, скажем, «Центр-вверх». Московский «Центр-вверх», для которого это был наш первый клиент, это наша первая проблона и один из любимых. Мы постоянно чего-то для него делаем, и у нас часто руки просто заняты. Вот. Мы для них делаем много. Но, но, как бы, чтобы как-то выйти из этой ситуации, и это, в принципе, один из навыков, который мы приобрели, это мы научились вовлекать других людей в проблона активности. Потому что пасека – это пасека. Пасека работает, в общем-то, с организациями. То есть пасека собирает студии, агентства, и прочее, и прочее, и прочее. Это один уровень. Вот. А мы еще все-таки в большой степени присутствуем в мире дизайнеров. Ну, как бы, это вот эти хипстеры, которые пасутся в лофтах, вот, среди кирпичей, вот этих, вот, которые про социалов вообще ничего не знают, и, может быть, и не хотели бы знать, но вообще они могут поработать бесплатно. Вот. И поскольку мы пребываем на той территории, то мы их агитируем, рассказываем, показываем как-то, просто вовлекаем, сделать, может быть, один проект, мы не пытаемся сделать из них ангелов, нет. Значит, одна из таких инициатив вовлекательных, завлекательных, это социалочка. Я запустил ее в этом году. В чем суть? Ну, там, кинув клич, я выяснил, что огромное количество, ну, большое количество, хорошо, не огромное, большое количество знакомых дизайнеров готовы сделать в год с нами один проект. Ну, вот один. Вот так, чтобы не надорваться и там какой-то получить с этого пиар, хотя мы вообще не любители вот этой вот дизайн-модели, бизнес-модели для дизайнеров, когда на социалке идет только пиар, и вот если это не пиар, это неинтересно. Особенно грешат этим большие агентства, особенно транснациональные, делать красиво упакованную вересь такой с умным видом и получать фестивальные награды. Так вот, значит, народ откликается, мы таким образом можем получать дополнительные руки и брать дополнительные трубованные заказы через социалочку. То есть, получается так, скажем, мы берем проект на студию, естественно, через социалку, но ангажируем кого-то из дизайнеров. Значит, эта инициатива молодая, но тем не менее, какое-то проект, какое-то количество проектов мы уже сделали, захантили какое-то количество народу, ну, десяток, вот десяток дизайнеров, которые и художников, которые с нами прямо поработали уже. Некоторые проекты из этой истории, например, для центра вверх, значит, что это такое? Супер много фоток не покажут, поэтому я просто расскажу. Значит, есть какой? Центр вверх, это образовательная история, плюс, это история, как и все англошки, продающие свои продукты для финансирования собственной деятельности. Так вот, значит, у них есть и внутренняя потребность, и продавательная потребность сделать что-то на этот счет. Они придумали, ну, не придумали, вот так вот подумали, совершенно бесполезная такая вот вещь, закладка, как правило, на ней какая-то рекламная мифа, или вообще ничего нет, а как из нее выжать максимум? Вот. Давайте мы сделаем необычные закладки, которые, с одной стороны, отнесли бы информацию об ученых, а с другой стороны, делали бы это так, чтобы это не вызывало реводный рефлекс, как это обычно в школе вызывает от учебников. Вот. Соответственно, мы пригласили молодых иллюстраторов и сказали, слушайте, вот смотрите, вот у нас будет как, на одной стороне закладки портрет этого ученого, и вот здесь у вас полная свобода, изображайте его как хотите. Вот, не надо повторять то, что висит в классе на стене, и то, что будет в учебнике. Как вы хотите, так его изобразите. Вот. А с другой стороны, уже будет полезный контент. Вот. Соответственно, это некоторые получившиеся отпечатки. Ну вот, одна девочка рисовала математиков, у нее они все такие вот, какие-то векторные. Другая девочка рисовала биологов, они у нее получились странные, но смешные. Вот. Вот, вот так вот выкрасывается. В общем, короче, тут не было ограничений. И вот этот продукт понравился, главное, понравился детям. потому что он был не зануден. Вот. Есть гораздо более лаконичные, сухие, простые в чем-то истории. Это было для фонда Белый Ирис. Чем занимается фонд Белый Ирис? Он занимается восстановлением региональных храмов. Вот. Собственно, там какая-то есть проблема. Доброделов, в принципе, много. у многих чешутся руки. Это чесание рук часто приводит к тому, что храм безвозвратно утерян. Особенно это ужасно, когда, скажем, есть деревянная церковь, и она может войти в список объектов ЮНЕСКО. И, значит, они решают не доброделом, решают как-то помочь храму и вставляют туда пластиковые окна. Вот. И все. деревянная церковь энного века с пластиками и окнами никаких шансов попасть в список объектов ЮНЕСКО. Вот. Поэтому мы для них сделали памятку такую, чтобы можно было нарезографии напечатать, дешево, большой тираж, привлекли с инфографикой внутри. Просто подробнее об этом можно посмотреть у нас в Фейсбуке, например. Вот. Ну, а это другой совершенно дизайн. Это вот упаковочный дизайн для того же вверх, для рождественской ярмарки. Они делают немыслимые всякие варенья, джима, конфитюры по странным рецептам и продают. Очень вкусно, безумно вкусно. Мы каждый год для них делаем оформление. Это вот оформление для ярмарки. Ну, для зимнего сезона 17-18. Такие они были все домашние и слетами. Вот. Соответственно, посмотреть, что-то почитать поразмиссионное вот здесь. Мы там не увидим всех кейсов. Плюс, конечно же, на пасеке можно посмотреть. Это как бы множество пересекающихся, но не повторяющие друг, друг, да. Вот. За 7. Все. Время мое кончилось. Владимир, большое спасибо. Владимир Владимирович. Да, еще 3 минуты на вопросы. Есть какие-то вопросы? Да, если есть. Большая у вас команда? Команда у нас небольшая. У нас аутсорсная студия, у нас есть сооснователи, которые сидят в Москве, а здесь на подловке в Хабе у нас точка отсчета. У нас сооснователей трое. И есть еще порядка человек восьми, наверное, которые не обязательно в Москве. Это такие люди на местах, которые с нами работают постоянно. Разработчики, дизайнеры, манежеры. А вот у меня тогда вопрос Дениса. Вот ты говоришь, что уже четвертый год на пасеке, да? Вообще видишь какое-то изменение там за 4 года в плане работы? Что-то появилось новое, что-то старое и все тоже самое. В плане работы пасеки? В плане работы с НКО. Ну слушай, тут тяжело сказать, потому что мы по пояс в НКО там так плотно копались, что для нас пасек и не пасек это все один большой мир НКО, в котором мы сидим. И мы даже больше не на стороне дизайнеров играем, хотя казалось бы это дизайн-бюро и в основном мы любим игра в диз. А мы больше в социалке как социальные предприниматели. Нас дизайнеры не очень понимают и задают вопрос «А вы что зарабатываете? Социальные проекты что за деньги? Как можно на этом жить?» В общем, это отдельный вопрос, поэтому мы больше про социалку и изменения мы безусловно видим, но это комплекс влияния факторов с клиентами, с которыми мы работаем и то, и все, и пятый дизайнер. Спасибо. Большое спасибо. Давайте еще раз аплодируем.